В эфире выпуск с вами Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. К этому решению стала ранее опубликованная запись разговора двух немецких офицеров, обсуждающих планы по уничтожению Крымского моста с применением ракет «Таурус» на борту французских истребителей. В европейской цивилизации серьезный раскол. Одни действительно отходят, откалываются, движимая здравым смыслом от антироссийского лобби, как Нидерланды, как Словакия, как Венгрия. Но Германия и Франция ведут себя иначе. Макрон рассматривает введение вооруженных сил Франции на Украину для совместного введения боевых действий против России с вооруженными силами Украины. Но Германия по цинизму превзошла всех. Это не только совершенно четко планируемое преступление против человечности, но еще и тщательно скрываемое. Все это делается тихо, на низком профиле. И мы видим, насколько руководство Германии цинично и подло планирует поддерживать террористический режим в Киеве. В этой ситуации мы обращаемся к Бундестагу с требованием провести всестороннее расследование деятельности руководства Германии и руководства Бундесвера, Министерства обороны. Мы взаимодействуем с Бундестагом, в частности с фракцией Альтернатива для Германии. В Бундестаге есть политики, которые отличаются здравым смыслом и здравым подходом. Сегодня обращение Государственной Думы услышат и в Бундестаге, и во всех без исключения парламентах мира. Поэтому подобные вещи должны находить нашу адекватную оценку и замыкать на нас тех, кто против поддержки террористического режима Зеленского. По данным Росстата, на начало 2024 года уровень бедности в России обновил исторический минимум. Чтобы окончательно решить проблему, ЛДПР предлагает пять шагов по борьбе с бедностью. Это комплекс законодательных инициатив, направленных преимущественно на поддержку пенсионеров и жителей сельской местности. Соответствующее предложение на недавнем пленарном заседании депутатам Госдумы представил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Мы сейчас боремся за демографию и удивляемся, почему не хотят рожать детей, но упираемся опять же в проблему бедности. Мы сейчас должны взглянуть правде в глаза. Проблемы расшиваются. Надо просто принять конкретные шаги. Что мы предлагаем? Предлагаем условно, я это потом разошлю всем письменно, пять шагов по борьбе с бедностью. Чтобы вытащить миллионы людей из-за черты бедности, необходимо запустить программу борьбы с бедностью и сделать следующие шаги. Первое. Поддержать семьи с детьми-школьниками. Сейчас все усилия власти направлены на поддержку рождаемости, а семьи с детьми школьного возраста остаются практически без внимания. Прямая ежемесячная финансовая поддержка в размере не менее одного мрот для матерей-одиночек и семей с низким уровнем дохода. Второе. Отменить НДФЛ для зарплат ниже 30 тысяч рублей. Цены на питание, лекарства, ЖКХ постоянно, к сожалению, растут. Минимальная продуктовая корзина для одного человека подорожала за прошлый год почти на 6 тысяч рублей. При заработке ниже 30 тысяч все деньги уходят на коммуналку и просто на еду. Без излишеств. На одежду, а тем более на бытовую технику приходится откладывать месяцами. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей и общим доходом в 360 тысяч в год от уплаты НДФЛ, мы действительно существенно облегчим их положение. Третье. Третье. Ввести сертификаты на приобретение отечественных товаров и лекарств. Чтобы ни один человек России не бедствовал и не оставался без лекарств, предлагаем ввести сертификаты с ежемесячным депозитом в объеме не менее половины мрот для семей с низким уровнем дохода для приобретения продукции российских производителей. Четвертое. Гарантировать минимальную пенсию в размере как минимум двойной величины прожиточного минимума для людей, имеющих трудовой стаж 30 и более лет. Люди серебряного возраста, как мы говорим, десятилетия трудившиеся на благо страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. И мы должны взять на себя это обязательство. У наших пенсионеров должна появиться возможность не просто доживать старость, а жить хорошо, заниматься здоровьем, питаться, путешествовать. Мы обязаны создать условия для их благополучия. И, наконец, пятое. Создать сеть социальных магазинов, чтобы гарантированно обеспечить возможность приобретения товаров по низким ценам. Одним из приоритетов программы ЛДПР по борьбе с бедностью является поддержка молодых семей, а также меры по повышению демографии в стране. Депутаты предлагают снизить для россиян ставку по ипотеке с 16% до 7%. Об этом заявил накануне председатель партии Леонид Слуцкий в ходе диалога с молодой семьей, с которой политик провел встречу в Москве. Ипотечную ставку следует не только снизить, но и зафиксировать, чтобы каждая семья могла позволить себе приобрести жилье, полагает глава ЛДПР. Если у нас будет все по-прежнему в плане ипотеки, мы никуда не придем, кроме как к негативу, к массовому недовольству. И никакой страны многодетных семей у нас не будет, будут только проблемы. Этот грабительский чудовищный процент нужно понижать до порога 7-8%, как это во многих странах мира, как это было и у нас, новое, хорошо забытое, старое. И только тогда, решив вопросы ипотечного кредитования, можно двигаться дальше по тем ключевым вопросам, которые сегодня действительно являются сверхактуальными для России сегодняшней и будущей. В особом фокусе ЛДПР проблема монополизации рынка интернет-торговли. По данным экспертов, по результатам прошлого года, 80% рынка маркетплейсов находится под контролем двух компаний – Озон и Валберис. О том, как именно федеральная антимонопольная служба намерена решить эту проблему, у главы ведомства Максима Шаскольского поинтересовался сенатор от ЛДПР Иван Абрамов. С ростом популярности онлайн-покупок все больше возникает спорных ситуаций с участием маркетплейсов, продавцов и покупателей. Они требуют законодательного регулирования. Об этом заявил сенатор от Преамурья Иван Абрамов в ходе правительственного часа в Совете Федерации с участием главы федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. Мы видим, как сегодня цифровые сервисы очень динамично развиваются, как иногда даже захватывают рынки. Вот Яндекс 80% уже такси у нас в стране контролирует. Но то же самое происходит и в сфере интернет-торговли. Мы видим, как динамично развиваются маркетплейсы. Представитель комитета внес комплексный закон о регулировании маркетплейсов. Как Вы видите регулирование в части своей отрасли, в части антимонопольного законодательства в этой сфере? В законе нужно, конечно, определить права и обязанности участников этого рынка, но дать возможность этим компаниям развиваться успешно. Мы обладаем достаточно глубокой компетенцией в вопросах, потому что постоянно получаем обращения потребителей и работаем с компаниями по профилактике. Пока самым основным мы считаем выведение антимонопольного контроля из-под действия 448-го постановления. Эта работа практически завершена, это будет сделано. Тогда меры антимонопольного регулирования мы сможем успешно к этим компаниям применять. Вы совершенно правильно отметили, есть вопросы по розничным торговым площадкам, есть вопросы по перевозкам. И к нам много жалоб поступает на услуги такси. Мы знаем эти проблемы, мы будем работать над раскрытием алгоритмов тех коэффициентов, которые в расчетах применяются, с тем, чтобы не было ущерба для потребителей и предприятий малого и среднего бизнеса. Сенаторы сейчас прорабатывают дополнительные предложения, которые вскоре будут внесены на рассмотрение правительства Российской Федерации. Также Иван Абрамов отметил, что российские производители должны иметь возможность на выгодных условиях размещать свою продукцию на электронных торговых площадках, на которых они могли бы получать прибыль напрямую, минуя посредников, в том числе через систему быстрых платежей. Законопроект об ужесточении ответственности за некачественное состояние дорог был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР. Как следует из документа за плохо выполненную работу будут предусмотрены штрафы до 50 тысяч для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических. По словам парламентариев, инициатива направлена на сокращение количества дорожных происшествий на автотрассах. Напомним, всего по итогам прошлого года было зарегистрировано более 96 тысяч ДТП. В них погибли около 10 тысяч человек, еще 120 тысяч получили ранения. И одна из причин аварии – некачественное покрытие дорожного полотна. Мы направили в правительство предложение, это закономерным образом идет в преддверии отчета правительства нашей предстоящей встречи с председателем правительства и сверки часов перед предстоящим отчетом в Государственной Думе относительно ужесточения, наказания за ненадлежащее содержание дорог. И все, что с этим связано, также очень сегодня важно. Ненадлежащее содержание дорог становится фактором отрицательной обратной связи на жизни, для жизни людей. Многие из-за этого просто погибают. И здесь какие-то минимальные штрафы, безусловно, мера недостаточная. Надеемся, что в итоге правительство нас поддержит. Продолжение темы. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о создании и эксплуатации лесных дорог. Это определенные маршруты, которые будут использованы для вывоза древесины, а также защиты, охраны и воспроизводства лесов. Как отмечают депутаты, сегодняшний объем заготовки древесины требует свыше 9 тысяч километров подобных дорог. Законопроект, в котором наша фракция приняла непосредственно активнейшее участие, он направлен на создание, содержание и эксплуатацию лесных дорог. Эта тема давным-давно на слуху. Актуальность данного законопроекта связана прежде всего с минимизацией рисков и скорейшего тушения лесных пожаров, с которыми ежегодно страна сталкивается. Во-вторых, есть большой запрос граждан на увеличение возможного доступа к сбору недревесных лесных ресурсов, ну попросту грибы, ягоды. И в-третьих, это, собственно говоря, запрос промышленности. Мы считаем, что этот законопроект давным-давно назрел, соответствующие поручения президента Российской Федерации на этот счет есть. И наша фракция в этом плане будет голосовать за, я надеюсь, что все коллеги нас в этом плане также поддержат. Продолжение следует...